всем привет дорогие друзья меня зовут михаил добро пожаловать на канал мы продолжаем продолжаем наше путешествие по нью вегас и мы уже на стрипе так по быстрому без затяжек просто вломились все перестреляли и уже на стрипе ладно нам нужно подняться к мистеру хаосу давайте примем стимпак и пойдем к нему да да спасибо века модная ладно ладно поболтаем с хаосом посмотрим что нам предложат все-таки он здесь главный так что ждать наверное неправильно ты здесь так куда ехать ну в пентхаус конечно куда нам еще ехать то так окей ли он внезапно на загрузочных экранах откуда он тут взялся пентхаус пентхаус до джейн нет мы никуда не едем что-то мне это не нравится здрасте давно говорит этот встречу должна была состоять и ты долго добирался когда ты т.к. добрался какие выводы ты делаешь из того что ты видел ну я ничего подобного никогда не видел конечно вегас всегда был уникальным местом все что ты видишь внизу на стрипе это лишь частица не более чем эхо а может быть ты говорил саму казино 38 годы не прошли на нее впустую но тем не менее казино все еще удается удивлять да почему ко мне такое отношение я же просто курьер горит иди не уменьшай свои заслуги ты играет играл по с высокими ставками с тех пор как виктор тебя выкопал ну тогда перейдем к делу отдел то вот какое один из его работников украл у него вещь и он предлагает нам собственно эту вещь вернуть ну и что ты предлагаешь единственное что меня интересует это возвращение платиновую фишки так значит и она заплатит 4 ставки за доставку этой самой фишки то есть она предлагает тысячу крышек но наши эти цели эта цель в принципе совпадает ведь мы же должны были ее доставить видимо и ему в конечном итоге должны были доставить и очевидно что платиновая фишка это именно так которую носокрал бы не так что нам все равно надо разбираться с бене можно заодно на этом заработать почему бы и нет я согласен возвращай секрет когда сможешь раздобыть фишку на матч есть о чем поговорить ну да мне нужно задать или три вопроса да мне в принципе не особо интересно что это за фишка меня это мало касается расскажи мне о бене так ну значит он возглавлял председателей с того самого момента как хаус нанял его племя то есть они были как раз племен одним из племен в общем и хаус присмотрела в качестве своего возможного преемника однако бы не его предал соответственно почему он так поступил а лучше даже не так почему ты не вмешался когда бы не на меня напал почему виктор не вмешался раньше good spring достаточно далеко чтобы полностью контролировать секьюри тронов по удаленному доступу поэтому я получал лишь часть пакетов данных общего и виктор сам виктор сам принял решение их было слишком много чтобы самому виктору с ним справиться и сделал так как посчитал нужно то есть рассчитал самый оптимальный алгоритм нас зачем тебе протеже ты же ну вроде компьютер чтобы достичь целей мне нужен агент в человеческом теле а бы не был амбициозным и даже несколько безрассудных что ли но хаус не рассчитал стремление самого бэня его амбициозность а тут значит я подвернулся и теперь получается он мне про прочит будущее бенни значит эта работа может оказаться не единственной я чую заработок черт побери давай поговорим о чем-то другом да вот теперь к самому актуальному вопросу что ты такое я роберт эдвин хаус президент главный исполняющий бла 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 и владелец всего стрип то есть он был основателем и директором робко то есть он жил еще до войны но ты же компьютер говорит не позволяю компьютеру тебя обмануть я я крит живой с плоти кожи я но нашего скудного навыка медицины то есть будет у нас меньше чем 35 медицины нам бы в голову не пришло что человек не может жить так долго хотя учит принимая во внимание гуля и мы могли бы подумать что он гуль да то есть мы тут намекаем что типа ты гуль или супермутант да ты говорит разбираешься я разбираюсь в науке мог бы написать несколько книг так что через несколько десятилетий исследований я смогу повторить подобную технологию то есть и других людей переселять в компьютеры и при этом и отрубился почему-то и включился обратно но горит такой долгожительство стоило мне очень дорого но я готов был принести эти шерты чтобы достичь выгоды финансовые которые в ином раскладе было бы недостижима ладно ему можно задавать много вопросов я не буду задавать их все самый главный вопрос как мне добираться до бенни и его все время хотя бы четверо охраняют кроме того момента когда он у себя в номере на 13 этаже своего казино то есть на вегасе есть четыре семьи которые служат хаосу и каждая семья владеет одним казино первое казино это камора другое другое казино это tops где обитает председатели собственно бенни еще есть ультралюкс там обитают белые перчатки и 4 какая четвертая семья фиг знает какая четвертая семья я знаю только три казино кроме отомного ковбоя а кого он еще на нем а короли короли это четвертая семья но у них нет своего казино тем не менее они обитают во фрисайде да но ведь председатели подчиняются тебе они разве не не послушаться твоего приказа все крит намного сложнее у них сохранилась их племенное племенная верность что ли еще человека по имени свинк он второй по старшинству после бенни убеди его что я работаю указать указки мистер хаоса и после этого как мне его как мне застать бани врасплох прокраситься туда к нему проблематично но все может получиться то есть там еще и замок то есть все то чего мы не умеем скрывать замки и красца ладно а если я более дипломатически подойду к вопросу лучше всего сделать это на публике и попытаться убедить его встретиться наедине ладно я пошел что ж мы выяснили для себя много всего полезного посмотрю немножко можно все такое чистенькое нам уже дали апартаменты то есть можно приводить сюда и компаньонов но самим мистером хаоса могу встречаться только я да я думаю что мы поедем в казино деваться нам некуда отправимся разбираться с одним бенни откладывать нам скорее всего некуда так послание от посла крокера посчитаем почитаем что-то так мне необходимо срочно с вами переговорить по одному очень важному вопросу я так понимаю что за время ваш путешествие вы достаточно узнали новой калифорнийской республики о том что мы порядочная держава и мы всем хотим чтобы мохаве процветала и бла 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 и чтобы не вегас тоже процветал и все такое все такое вла бла бла короче говоря взывает как всякой патриотическим чувством которые у нас непонятно с чего должны быть я думаю что не идти к да теперь все на нас пялиться потому что мы первый человек к которому довелось зайти в казино знаете что меня беспокоит то что у некоторых здесь явно не совпадает цвет кожи а знаете в чем дело просто она все время на солнце поэтому так загорел а окей ладно что ж здесь у нас нас куча журналов должна быть еще журнал еще журнал кучу всех журналов набрали так это должно быть журнала ограбим все журналы какие только возможно еще время быть какие журналы есть хуже что нет так ты значит и стопс опасно посол у нас обитает там нужно давайте сходим к послу для начала важная птица похоже что все таки это была плохая идея и почему не стреляет он не стреляя я кликаю на мышку как псих почему они ко мне враждебные а остальные нет почему на самом стрипе в первой части стрип пока мне не враждебно а здесь враждебно думаю что кажется они все теперь ко мне относится враждебно ну что ж в таком случае нам придется повременить с нашим разговором с мистером хаосом и загрузить старый файл сохранения хорошо что я в конце прошлой серии сделал отдельный файл сохраняя поскольку был не уверен в том какие будут последствия так что нам придется забыть весь наш разговор с хаосом все еще раз мы его просто прокликаем по-быстрому и похоже что на стрип нам придется попадать другим способом ну вот я уже было обратился а теперь называется почувствую себя снова грязью ладно в таком случае вернемся к старому плану пойдем общаться с королем потому что ну видимо кроме него никто не сможет нам помочь пробраться на стрим окей я уж был обрадовался что они будут не в курсе пейсер привет еще один проситель королю ну я бы хотел бы увидеть короля если это возможно все горит возможно сколько сколько ты можешь предложить но на мне у меня не слишком много денег тогда горит королю не интересно стало общаться ладно хорошо у меня есть пять крышек нет горит недостаточный взнос но я поверь мне король хотел бы меня увидеть нет ты поверь мне король захочет его видеть если я захочу чтобы ты его увидел приходи когда сможешь ну что такое ха 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 элвис пресли музыка ну туда нас не пускает может быть мы хотя бы здесь сможем немножко погулять понятно каждый из них вооруженный причем достаточно неплохо так что пытаться как то проникнуть незаконным путем мне кажется проблематично вообще ребята неплохо себя чувствует когда здесь это можно поспать на халяву то есть по крайней мере с этим нет никаких проблем вино и кто-то спит прямо на столе интересно хотя я предполагаю что это не для сна сушки но у них тут все очень культурно гораздо культурнее чем в большинстве других мест где мы бывали здесь еще выше можно подняться как интересно пойдемте посмотрим расти можно нарядиться как кто-нибудь из королей как думаете это прокатит сейчас проверим а у детка блин где здесь выход а вот спуск вниз окей чёрт он всех лицо знает у нас не пропустит беда ну ладно в таком случае придется сначала выполнить работу для гаретов плохи наши дела так ладно погодите погодите почему одна стрелка нам показывает сюда я чуть ничего не понимаю квеста леди джейн сантьяго грекс ладно пойдем по одной стрелке по идее там у нас грекс находится дети которые ходят с гигантской крысы боже чего не насмотришься здесь у нас наверняка грекс обитает в одиночестве где-то на помойке ты гуль привет собираешь деньги чтобы выплатить долгаретом карте агрегарета прислали у меня как есть крышки только не бей меня можно попытаться выбить из него побольше денег но нас не удастся его убедить так что до но это легко окей ладно отправляемся к следующему парню компас показывает в ту сторону да видимо нам куда-то шлял эти развалины на может и нет а так ты еще один человек у которого кожи не совпадает с руками ну ладно а сантьяго сантьяго такой замечательный да смотрите-ка можно его одновременно нанять для них и заставить его сначала давайте сначала заставил заплатить денег сантьяго до играть никого ничего не должен я тут вепи да в франции меня обо всем предупредил сантьяго мертвец если он не заплатит то что должен все крик можешь объяснить давайте ударим его так замечательно ты знаешь что джеймс горит ищет такого полтуна как ты замечательно сперва выпили из него деньги теперь уболтали его работать а мужик что-то рукой машет он у тебя зовет нет значит он зовет меня окей ладно что-то мне это не нравится так что давайте-ка мы лучше вооружимся а мы уже вооружены револьвером так значит мужик если что что ты мне хочешь показать ты хочешь посадить меня в мусорку а здрасте я не попал замечательно что все сразу же отбил желание да я все равно пристрелю это что было такое замечательно так у вас ничего ценного здесь нет ящики у вас тоже конечно ничего нет но так на всякий случай они точно ничего не хотели мне показать о крышечки вот это могли бы показать бездари тут же во фрисаде ни у кого денег нет так а тут значит они обретаются мы не можем туда пройти закрыто и ключа у них не было видимо их выгнали за дверь закрылись ничего интересного ладно осталось еще несколько человек давайте посмотрим показывает что это где-то в сторону стрипа нужно идти так этот мужик которую мы сделаем вид что здесь нет просто-напросто она здесь будет обидно если она на самом стрипе каким-то образом обретается и в таком случае нам будет не получить наш бонус до тех пор пока мы не договоримся с ней самой стрип не проберемся да ладно мы снова на стрипе почти так близко но так далеко интересно а покрасть его можно секюре трона наверняка у нас остался еще стал сбой не использованы но здесь у нас что здесь какой-то вход нужен ключ интересно так стал бы ты для диджей горит и ищет тебя у меня говорит при себе нет столько денег если вы кто-то отправился в пещеру и вернул мне мой караван а значит можно либо договориться с ней так никуда не избеги мне нет желания лазить по каким-то пещерам за ее караванами поэтому давайте посмотрим бартер 31 можем одеть что-нибудь чтобы увеличила навык бартера в принципе у нас нет ничего чтобы она в этом деле помогло какой-нибудь журнал наверняка есть наука бартер да 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 карты меня наняли ты знаешь давай-ка и так так начиная всякая фигни какой-то отгрузила и сбежала главное вот же вернись сейчас мы ее догоним не догоним вот зараза если я ее догонюсь и выясню чтобы на ней есть еще крышки я и башку снесу не успею черт не ладно окей давайте закроем первую сделку после чего так что я собрал все долги так есть еще кто-то маккаферы из украл кучу денег и свалил в вегас значит его нужно замочить как же я попасть на стрип то в общем нужно идти к королю понятно значит если я его увижу я с ним позабочусь надо принести его шляпу окей так и того у нас теперь есть 300 крышек уже неплохо я нашел тебя а это же кто-то и сантьяго хоть иногда рот свой будет чем-то затыкать да ладно я только что придумал хитрый план с ним можно договориться и за деньги прикупить у него репутации для фрисайда поскольку все те секретроны считались фрисайдовскими гипотетически можно было их перестрелять пройти на стрип перестрелять всех остальных выбежать обратно и договориться с ним скупить себе репутацию и все будет нормально но это такая читерная читерный вариант чем есть хотим 74 давайте что-нибудь съедим так ладно собственно вот и сантьяго наш красавчик модно выглядишь гуля ты нравишься окей ладно отчаливаем отсюда нам нужно зайти к попытаться зайти к королю еще раз может быть теперь нас к нему пропустят если же нет то сначала пойдем к миквир альфу 50 крышек давайте сначала сходим к миквир альфу если я правильно помню то с ними можно договориться и купить у них паспорт и по-моему паспорт стоит 300 может быть проще купить сразу паспорт чем договариваться с королем каким то образом тем более что король все равно нам паспорт не достанет ха вот она нет на ней и правда ничего нет ладно так значит секс робот да секс роботы гулька в бой давайте зайдем сначала по поводу гулька в боя так уж случилось что я знаю где найти гулька в боя нам все равно нужно было сюда идти нам все равно нужно было сюда идти привет 5 3 и говорит уж поднадоела охранять ну ты ж много всего повидала за эти годы м да она просто ну да она отлично подходит не хочешь поработать на гарретов маккафери так он был не клиентом а наемником у них вот что мы узнаем вот так вот через второй квест что оказывается он был охранником у гарретов так значит он может быть опасен он не просто игрок ладно но мы его все рубашку снесем так что ну работа то здесь несколько отличается от той что ты сейчас она неправильно поняла она думает что ее все таки хотят нанять охранником что нет когда я говорю эскорт я имею ввиду проститутку а а мне крит нравится ножи и кожа и к тому же я еще и гуль ну оказывается что некоторым как раз таки именно это и нравится чудака чудака чудакам нравится плетки и мертвичина ну ты могла бы стать новой звездой ну ну ты же не будешь рабом тебе на тебе будут платить к тому же еда и комната к тому же игры ты откладывать смогла бы ну да и ты же не будешь рабом а какая разница можно попытаться сказать ей ну ладно давай взглянем на вещи реально для тебя это типа единственная возможность типа снова вход пойти ладно мы сейчас так не уговорим да нам и так просто не уговорить в прошлый раз когда я играл я играл за персонажа с высоким навыком речи и высокой харизмы поэтому я пролетал все эти квесты и даже не обращал внимание в этот раз все иначе ладно давайте на этом сделаем перерыв так вот встанем на фоне лаки 38 вот так вот чтобы у нас было хорошенько видно что мы на стрипе уже да в общем да всем пока пока